Друзья, всем привет! С вами снова подкаст «Под съем», и сегодня мы общаемся с нашим новым гостем. Но прежде чем мы к нему перейдем, перейдем мы уже через пару секунд, я прошу вас, как всегда, подписаться на наши социальные сети. Это ВК, YouTube и скоро будет Telegram. Поставьте лайк, колокольчик. Обязательно пишите в комментариях. Ну, а мы начинаем, собственно. Мы здесь вдвоем с Алексеем, как всегда. У нас есть третий гость. Леха, тебе слово. Да, мы сегодня позвали в гости очень крутого перца, обладателя более 15 реальных бизнесов. Отец двоих детей, счастливый супруг, в свободное время играет в Counter-Strike в международной команде, занимается стендовой стрельбой, объехал полмира, кайфует, путешествует. Очень крутой перец, повторюсь, это важно. Артем Трахим. Ура! Спасибо. Я тебя послушал, так даже завидно самому себе. Как это ты успел бизнеса пересчитать, даже интересно. Да, мы специально проверили по СБИСу, короче, посмотрели, подготовились. И, собственно, сразу первый вопрос. Артем, нахуя тебе все это надо? И зачем ты каждое утро просыпаешься? Нет, погоди, погоди, погоди. Слушай, в целом есть некая философия, я ее стараюсь и там коллективу, команде как-то доносить, что по-любому утром ты должен встать и пойти кайфануть на работу, сделать для себя, ну, или для мира что-то полезное. Если ты этого не делаешь, то ты просто тратишь время просто так. И получается вообще смысл какой, для чего ты идешь на работу, если ты там не кайфуешь, не развиваешься. Ну, это точно не имеет смысла. Причем ни для работодателя, ни для тебя. Я часто говорю людям на работе, но почему-то, ну, не все верят. Не знаю, но это правда моя философия. То есть, по идее, можно было бы не ходить на работу, сидеть дома. Играя в контрстракт. Да, да, пить чай. Мы, на самом деле, посмотрели чуть подробнее, да, я в кино тогда по поводу этой истории. Мы, ну, это открытая информация, я думаю, что тут ничего страшного. Мы нашли то, что ты являешься руководителем четырех организаций и учредителем еще в десяти. И, в общем, в общем и целом, это более там 14 бизнесов получается. И как тебе с этим живется, если честно? Откровенно говоря, я последние полтора года точно именно активно включен только в один бизнес, это цифровое пространство. Вы его знаете, это про VR-компании, про VR-уроки. И про VR-гиды теперь много чего про VR. Остальные это уже какие-то дети, которые, ну, там, либо очень мало занимаюсь, либо это какие-то партнерские проекты. И в целом, ну, на самом деле, пока кайфово. Иногда горюю, что некоторые заброшены слегка. Ну, это же бывает. Еще сразу такой вопрос интересный, что-то нам разогнаться. Я, ну, мы знакомы, да, это не секрет в целом. И я от тебя слышу очень прикольную фразу, которая у меня прям засела в голове. Эта фраза по поводу того, что я хочу жить интересно. Прям у меня очень сильно впечаталось. И вопрос, вот ты говоришь по поводу, ты говорил тогда, да, по поводу того, чтобы жить интересно. Вот эта история с проектами, с бизнесами, это именно про интересно в целом? Или про что-то другое? Слушай, чаще всего да. Как правило, любой проект у нас начинается с того, что кто-то там загорелся. Это либо там лично я, да, ну, если про себя говорить, то я. И точно сначала должна быть какая-то такая стадия влюбленности в проект, чтобы это там горело, чтобы все было интересно, было интересно про это поизучать, немножко подумать, и тогда там, может быть, что-то получится. Ну, получается, совершенно не всегда. Я не знаю, вы тоже знаете примеры, там, ту же площадку мы открыли в парке. Ну, какой-то прикольный бизнес. Миллион вкинули, забрали 20 тысяч рублей. Круто. Отличный бизнес. Теперь у меня есть вагончик. Зато корпорат у нас учил и получился. Ну, я детскую мечту осуществил. Я же в этот парк ходил гулять в 7 лет. И вот это была просто эмоция, когда 9 мая ты открываешь детскую площадку, парк, в который ты ходил в 7 лет, и ты вот идешь, и там включают фонтан. А его включали тоже в детстве, вот по праздникам. И ты заходишь, и там твоя площадка, там уже бегут дети. Это вообще какой-то просто, ну... Я просто в космосе находился вот там ровно 2 дня вот эти. Блин, кайф. Рад, что ты сам затронул тему детства. Мы тоже хотели ее раскрыть. А ты много раз рассказывал, что детство ты встречал в Триполи. Это Ливия, Африка. Да. Расскажи подробнее, чем ты там занимался, как ты видел тогда вот своими глазами СССР, который, ну, ты, по сути, не видел, но видел там на картинках по рассказам, что ты делал, как ты жил. И как ты там оказался? Слушай, да, ну, у меня папа служил как раз в вооруженных силах СССР. И его отправили сначала как переводчика в Ливию. Через полгода, соответственно, стало понятно, что коммунировка будет длительной. Он там в военном городке работал. Он арабист, он учился в РУДН. И нас с семьей, с мамой, соответственно, мне было три года, я все этого не помню. Я это по рассказам родители рассказываю. Мы, соответственно, приехали в Триполи. У меня первое детское воспоминание – это разница квартиры. У нас была общага в Москве. Она такая была однокомнатная. Тут мы приехали. Квартира 200 метров на первом этаже. Обалденный абсолютно сад. И ходят верблюды. Это довольно прикольно было. И потом ходил в садик вместе с арабскими детьми. Первый класс школы тоже, собственно, как раз мы начали в Триполи, а уже заканчивал я его в России. Было довольно весело, что я привык обращаться, когда захожу куда-то к взрослым. Салям алейкум. Сейчас бы это вообще круто звучало, потому что приходит ребенок, я еще кудрявый был. Там, салям алейкум. Я ожидал ответа, алейкум асалям. Учителя этого не знали, естественно. Я все время расстраивался. Еще одна тема. Я не знаю, почему в Триполи вообще не было кошек. Я когда приехал в Москву, в Нижнем город, увидел первых кошек. Я за ними просто бегал, как дикий ребенок. Я их просто не видел, как животных. И верблюды не были, интересно, а вот кошки очень. Зато много верблюдов посмотрел. Да. Ну, а про образ Советского Союза, слушай, было очень круто, как в школе умудрились и в садике построить образ СССР как такой сказочной страны. Это и для арабов, и для русских детей было. То есть для нас это прям страна из сказок. Это какие-то рассказы ты читаешь, там, смотришь фотографии с Москвой. И для тебя это просто какое-то волшебное абсолютное царство. И это, кстати, очень крутая эмоция для приезда потом. То есть ты очень сильно радуешься. Сейчас бы такое повторять. Тебе хотелось, когда вы приезжали уже сюда, в Москву, там, в Нижнюю, тебе хотелось сюда поехать? Да, да, да. Это же прям мечта была. То есть, ну и родители рассказывали, что им хочется тоже там вернуться и так далее. Там коммунировка закончится, поедет. Ну и плюс ты, представляешь, ты вот читаешь про какую-то страну в детстве, там, скажешь, ну и вот ты туда полетел. Конечно. Страна ОС? Да, да, да. Тем более там кошки есть. Артем, а вот ты когда уже вернул в Советский Союз, вот чем ты занялся дальше? В школу пошел я, в первый класс пошел. Леха говорит, чем я занялся? Какой вопрос. Пошел в школу, пытался учиться. Получалось плохо. Какой, сразу скину, какой любимый предмет в школе был? Слушай, у меня стандартно все. У меня английский язык любимый абсолютно предмет. Я им заболел там с первого класса. Школа первая была 126 языковая, но такая она еще не очень с сильным уклоном. Потом в пятом классе я перешел в 13-ю школу. Это уже совсем про язык. Там получил всякие... Я недавно плакал, да, что у меня С2 оказывается уровень из Камбриджа. Я не помню ничего, тем более я говорю Children, как ты мне недавно на форуме сказал. Место Childs. Да, Место Childs. Место Childs, да. Ну, было спасибо. Да, вот надо скинуть ролик учителю, она меня, мне кажется, просто вычеркнет выпускников. Слушай, прикольно еще, мне кажется, ребятам, которые нас смотрят, рассказать про цифровую руку сразу тоже. Маленько будем скакать, потому что я сижу тоже. Она забирает на себя внимание в целом. Скажите, что случилось? Зачем тебе цифровая рука? И по чем продажа? И как она стала цифровой? Я сейчас к зрителям буду обращаться. Никогда не слушайтесь жен. Никогда. Когда они говорят, надо срочно в магазин, отложите дела и не едьте. Если городская жена крикнула, нам нужен срочно бассейн, наш старый там прохудился, мы поехали покупать каркасный бассейн, и вот мы решили сами разгрузить его в магазине. Вот эффект. Я думал, что не очень тяжело, там, когда 70-80, может, весело, но довольно быстрый, кстати, процесс, отрывать сухожилие оказывается быстро. Ну, все уже прооперировали. Из приколов, конечно, это форум от Россия-Африка. Мне очень было весело, когда каждый проходящий представитель африканских государств спрашивал, робот ли я, как она управляется, и можно ли с телефоном мне смс-ку написать на руку. Если где пульт управления. Да-да-да. Огонь. Слушай, мы знаем о том, что ты довольно... Ну, вот, мне самому интересно, в принципе, было с тобой пообщаться по поводу того, что... Понятно, что у тебя есть огромное количество бизнесов, ты, в принципе, человек занятой, там видно то, что ты с главой в одном проекте, участвуешь в других и так далее. Что тебе помогает не съехать кукухой в один момент? Есть ли какие-то увлечения, хобби, которые тебя вытаскивают? Или ты как раз говоришь по поводу того, что интересно, и, в принципе, тебе это не нужно? Слушай, не знаю. На самом деле, мне кажется, какие-то стадии такие, да, этого процесса. Ну, у меня есть базовое хобби, которым давно уже увлекаюсь, лет, наверное, восемь. Это стандартная стрельба, Алексей говорил уже. Вторая история от компьютерной игры, она, кстати, в рабочую очень сильно помогает. Ну, тоже нужен баланс, потому что, может, заболеть игрушку, там, простите, выходные, в итоге на работу не выйдешь толком. И когда бизнес самый интересный, тебе увлечения не нужны. Вот когда вот самый-самый, вот этот процесс влюбленности, естественно, тебе больше ничего не нужно. Потом, когда начинается рутина, как-то надо терпеть. Слушай, ну, опять же, кажется, что много, а по факту, ты же, наверное, видел тоже, наверное, не секрет, да, что мы там в чем-то бизнес-партнеры тоже. Я же стараюсь, чтобы всегда люди развивались, если это бизнес-партнеры, это его идея, там, его улюбленность, чтобы это было максимально свободно с точки зрения его управления. И даже те компании, которые уже давно, там, технологии ТПБ, да, я практически там не участвую. Визуально кажется, что там большая занятость, а реально люди сами справляются, это очень круто. Кстати, самый главный кайф про... То, когда люди делают лучше, чем ты, без тебя. Да, это... К этому надо, причем, прийти. Я долгое время в это... От этого начинаешь расстраиваться сначала. То есть первый раз, когда так происходило, такой, блин, ну, я, получается, как бы, ну, они же лучше. Нафига я. Зачем я лучше? Да, да, да. А потом, когда это, наоборот, превращается в некую крутость, когда я им не нужен, это круто, они там сами до чего-то дошли. Слушай, а как ты до этого дошел? Потому что у меня сейчас, мне кажется, что период как раз такой же. Вот про что ты говоришь, то есть влюбленность, она проходит, уже становится более-менее рутиной, и ты понимаешь, что ты должен там нанимать людей не в первую очередь, таких, которые придут и сделают что-то лучше тебя, они тебе что-то принесут, да, будут работать самостоятельно лучше, и ты должен от этого кайфовать и не переживать то, что тебя выкинули, это никому не нужно, тебя никто по головке не погладит. А как ты к этому пришел? Вот есть ли что-то, что тебя к этому сподвигло? Какие-то ситуации, моменты? Или в целом это прошло органично? И ничего не выделить. Слушай, наверное, довольно органично, на самом деле. Я работал долгое время по найму в больших компаниях, в страховых компаниях, в финансовом бизнесе. После этого в охране труда, тоже там довольно большая окологостаростная структура. И там большие команды, вокруг тебя люди. И в основном, когда ты руководитель, у меня еще там неудачный момент, меня очень быстро назначили замдиректора. Я не успел поработать по профессии вообще. Ну, то есть я там проработал два месяца юристом. И ты видишь, как люди развиваются. И когда они за тобой, они не перед тобой, то получается, что тебе-то и не на кого опереться, ты их должен постоянно тащить. Довольно органично, мне кажется, лет за 5-7 там как-то к этому пришли. И вот особенно, когда свой бизнес наконец-то открыли. Мне друзья долго говорили, тебе надо открывать свой бизнес. Я вроде думал, ну, не про меня. И вот технологии как раз первым стали в 2017 год. Первый раз мы открылись. Сразу в кино тоже. А что сподвигло? То есть многие говорили давно по поводу открытия своего бизнеса. Что стало крайней точкой? Это какой-то кризис был? Или ты в принципе... Слушай, да. Это был кризис на работе на основной. Я там был уже там управляющий директор и по сути там даже партнером. Ну, такой вот кризис в отношениях. Он сподвиглся к тому, что нужно делать что-то свое. Мы как раз с Антоном Елизаровым объединились. Да, и вот была первая компания. Это было Dream Team. Знаешь, там пятеро ребят убежали от Страшного Дракона, открыли свою какую-то историю. Там сидели в комнатке в маленькой. Довольно классно было. После коллектива 100 человек работать пятером. Это было прикольно вообще. Дух стартапа, наверное, да? Да. У меня, кстати, это первый раз был. Представь, это там Rollsips, Ругут, Нефтегаз, Железная дорога. А тут, бам, у вас пятеро. И как-то это очень прикольно. Слушай, а в какой вот момент ты прям понял, что вот все, пора, я отсюда ухожу. Что тебя сподвигло? Вот ухожу с этими конкретно ребятами в свою там стартапную мечту условно. Вот что это вот на какой-то крайняя точка? Да слушай, это конфликт был просто на самом деле партнерский. Он причем для меня довольно спокойно прошел. Я к нему уже был готов. К этому шло. Просто приняли решение. Коллективу объявил, что, соответственно, ухожу. Там большой коллектив, порядка 100 человек было. И все. Они расстроились от того, что ты ушел? Слушай, кто-то расстроился, кто-то, наверное, обрадовался. Не знаю. Довольно забавный, кстати, тоже путь. Каждый раз, когда ты расстаешься с какой-то историей, условно большой, ты же потом точно будешь совершенно испытывать, как это сказать, отголоски человеческих отношений. Кто-то тебе в глаза скажет, что он очень скучает, потом про тебя будут какие-то гадости рассказывать. Кто-то скажет наоборот, там, я тебя всю жизнь не любил, и наоборот, там, будет твоим классным другом. Из прикольного, что мои главные... Там именно оппозиции, как таковой, не было. Были люди, которые были как бы не в нашей команде, я их все время задвигал. И прикольно, что с ними отношения лучше, чем с теми, кто были прям вот, ну, там, команды-команды. Это довольно классно. Ну, все, опыт. Слушай, и сразу вот здесь же такой вопрос. Вот у всех где-то там в детстве, в юности, может быть, и сейчас есть какая-то образ, некая ролевая модель, то есть на кого вот ты смотришь, как, ну, некий кумир, что ли. То есть там плакат Шварца пошел качаться, условно. Вот есть такой человек или такие люди в бизнесовой сфере для тебя, то есть на кого вот ты что-то можешь подсмотреть, не знаю, может быть, и даже скопировать, ну, в хорошем смысле этого слова. Вот есть ли у тебя... Может быть, даже не обязательно в бизнесовой, на самом деле. Ну, да, в любой, на самом деле. Из других сфер. Слушай, мне меняется, не знаю, я вот так вот одного назвать очень тяжело будет, на самом деле. Я периодически там кем-то загораюсь, начинаю... А вот если топ-3 по продолжительности, условно, привязки... Слушай, ну, я всем очень люблю про книжку Рея Далио рассказывать. Это принцип жизни и работы очень мне запало. Причем мы с ним абсолютно вот как бы разные по типу жёте люди. Я даже когда книжку читал, то очень сильно ощущал. Рея Далио — это чел, который придумал Chicken McNuggets, который придумал Китайское экономическое чудо. Он основатель компании в США, одной из крупнейших консалтинговых компаний с единственной, входящей в топ-10 Forbes именно консалтинговых компаний. И, собственно, вот, ну, он там долго, да, я до сих пор эту книжку всегда советую, когда спрашивают. Какое-то время мне очень Джек Ма западал там именно с точки зрения построения модели от Алибаба, да? Так, и третий? Кого бы выделил? Мне очень долго был интересен Тинькофф. Мне сейчас неинтересен. Но какое-то время, когда он особенно снимал «Бизнес-секреты» с Тинькоффом, мне было его очень интересно смотреть. Он там, конечно, очень много выёбывался, но как бы... Вот, понимаешь, он так искренне делал. Как будто бы веришь. Да, это было довольно прикольно, когда человек с Ердом как бы ещё и выёбываться умеет. Это очень круто. Ну, как бы, то есть он ещё сохранил способность. Ну, вот, меня... Причём именно это западало, когда он там с Фридманом диалоги вёл какие-то, он так прикольно понтовался перед другим миллиардером, что это было классно смотреть. Слушай, прикольно с Тинькоффом. Я просто тоже его такой... Не то чтобы фанат, но изучал, смотрел. Это единственный такой человек, на которого я в целом смотрю. И он, мне кажется, такой противный сам по себе чувак. Но интересный пиздец. Я его смотрю. Он там рассказывает какую-то вещь и начинает что-то. Да, я там в маке пожрал. Ну, очень... Очень контрастный. Ты его смотришь. С одной стороны, прикольно. Он где-то говорит правильные вещи. С другой стороны, он же противный перец. Не кажется? Я с ним встречался в жизни. Ну да, он такой, как бы себе на уме, своя история. Ну, наверное, такой должен быть человек, который там свою пульку успеху строит. Не знаю. Да, с Ердом, я думаю, ты бы тоже был так себе. Так себе, да. Бердат нормальный пацан. С Ердом так себе. Слушай, по поводу форума хотел тоже вкинуть. Ты сказал о том, что был на форуме относительно недавно, да, буквально там несколько дней назад. В целом, есть какие-то прикольные истории, связанные с форумом? Что тебе понравилось? Что бы ты выделил? И как для тебя Африка в целом? Потому что, насколько я понимаю, это такой первый контакт был серьезный. Ну да, это Россия-Африка. Сами ничего скрывать, мы с Алексеемом были вместе. Наверное, истории надо вместе рассказывать. С двух сторон. Слушай, ну, на самом деле сказать, что там что-то такое глобальное, наверное, нет. Куча классных, прикольных историй, когда мы там знакомимся с компанией, которая торгует оружием. В Уганде, например. Это довольно прикольно просто само по себе, когда там он рассказывает, вот я там покупаю оружие, еще хочу образованием заняться. Очень классный диалог с Эфиопией. Мне очень понравилось, на самом деле, искреннее удивление. Мы там на людей одевали вярочки, показывали вяргит Нижний Новгород, вот, и, ну, больше искренних эмоций, на самом деле, такая фишка, что в больших городах люди привыкли, много разных картинок, и вяром тоже уже не удивляешь. Когда искреннее удивление, очень приятно. Ну, и, наверное, из такого тоже, как вот у меня пытались руку купить за 600 баксов, чел из Республики Конго, вместе с министром бароны, звали нас Лехой в гостиницу «Царь». За Наликом. Да, за Наликом, да. Он был готов, купить все. Он готов был купить очки за 600 долларов, руку вот эту вот за 600 долларов. Даже вот, думаю, надо было продавать. Ну, мы выйдем на второй раунд переговоров. Да, 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 мы в августе договорились еще раз пересечься в Москве. Надеюсь, их там, не полетаться и не будет у них, да. Мне еще вот очень запомнилось, очень много представителей Африки действительно разговаривают по-русски, и разговаривают очень хорошо, потому что, ну, многие здесь очень, ну, учатся, я так понимаю, работают, и дальше это будет только продолжаться. Ну, в принципе, Африка сейчас действительно территория возможностей, и ты это прямо ощущаешь там. Вот в моменте, когда вот мы, особенно там с Камеруном разговаривали, с тот же самый Эфиопией, людям нравится, и они хотят с нами коллаборировать. Это мне прям вот, ну, не знаю, прям попало в меня, что ли. Это вот круто, это то, что нашему образованию удалось сохранить, когда модно ездить к нам в университеты учиться. Люди едут и знают, что вот я сейчас отучусь, и там меня ждет должность. Чаще всего это дети там, ну, чиновников, каких-то богатых людей из государств. И это классно, когда у них позитивные эмоции. Ну, плюс чел, который, да, он сидит там весь просто, ну, он абсолютно, как бы, аутэтичен Африки. Мы говорим, сейчас ты увидишь Нижнего Города. Она говорит, я живу на Белинке. Да, это было прикольно, почему он Скотт Дивора, по-моему, да, я смотрю, и такой, я на Белинке, все, Нижний мой город, вы что, я Нижегородец. При этом по-русски он довольно плохо разговаривал, при этом довольно классно. Ну, старался, надо отметить, если ты насмотришь. Да-да-да, если увидишь. Прикольно, кстати, я учился в ОВЧ на юрфаке, у нас на потоке был чувак тоже из Африки, не помню уже, честно, как зовут, но мне тогда ярко запомнилась вот эта история о том, что мы сидим на лекции по ТГП, по-моему, там, теорию государства и права, он слушает лекцию на русском, вот, переводит, наверное, то есть у него же свой какой-то, он не прям из Африки приехал, у него там свой язык, он переводит на свой язык, а записывает на английском. Вот это для меня тогда был такой небольшой шок в плане того, что насколько должен быть гибкий мозг, и, в принципе, да, мы там все Африка, там, условно отстающая и так далее, а там чувак просто сидит, он, кстати, по-моему, отличником закончил, если не изменяет память, а он сидит там, слушает лекцию на русском, внятно, а мы не можем, потому что там по ТГП ты сидишь три часа, и все, это, ну, ужасная скучная херня в начале кажется, он сидит, слушает на русском, переводит там на свой какой-то, записывает это на английском, еще у него все получается. Типа, почему? Вот почему люди там из таких историй чаще всего лучше учатся, чаще всего гораздо быстрее подстраиваются, нежели мы, которые приходим с возможностями, с какими-то историями, да, и такие, да не, это, в принципе, херня, мне и так все понятно, я там пойду дальше. Душа, ну, если ты меня спрашиваешь, это потому что преодоление всегда вызывает некий эффект достижений для человека. Ну, кстати, я не знаю, ты смотришь сериалы или фильмы на английском языке, если бывает? Я смотрю. Ну, вот как бы на определенном уровне языка, и тем более, если ты вынужден, ты не переводишь в голове ничего, ты просто понимаешь. И тебе не звучит, у тебя, наверное, тоже, да, Алексей, ну, у меня не звучит какой-то голос, переводящий на русский язык. Субтитры. Да, да, субтитров нет. Нет, ты просто смотришь и смотришь, кайфуешь. Это какой-то просто момент. Может быть, у него уже так было, и ты действительно будешь, кстати, вот я действительно, если меня, например, заставить писать содержание фильма, я его посмотрю и запишу на русском, и это не будет каким-то там сверхъестественным достижением. Хотя ДГП, конечно, там куча терминов, не знаю, это сложнее, наверное. Мой любимый предмет был. Слушай, мой тоже, я его даже преподавал, мы с тобой на одном факультете учились, у меня был момент, я два года ходил, преподавал ТГП и ГПЗС, «Сказки народов мира». Кто не знает, это «История государства и права зарубежных стран». Там Камасутру изучают, законы Хамурапи. Вот, я помню эту историю. Это очень интересно. Как ты лекцию вел, я просто помню. Это не лекция, это семинар был. Семинар был. Расскажу сейчас. Ну, это был мой первый опыт преподавательский, я закончил ВИРФАК, поступил в аспирантуру. Вера Борисовна Романовская была моим научным руководителем. Привет огромный, если вы увидите. И, собственно, я работал в страховой компании, я хотел преподавать гражданское право, мне сказали, нифига подобного, ты будешь вести «Сказки народов мира». И для меня сначала культурный шок, потому что я на этот предмет, Вера Борисовна, прости, пожалуйста, я осознавался, когда я не ходил. У меня не было лекций. Мне пришлось найти однокурсника, в котором дали лекции, которые, ну там, у каждого по-любому есть девочка-зубрилка в группе, у которой есть все лекции. Вот такая же была. Маша, прости. Но она сейчас нотариус целый, поэтому, наверное, у нее все хорошо. И, собственно, взял лекции, пошел вести и понимал, что это будет скучно и будет неинтересно. А в любом, ну, любой парень, который на первый курс понимает, что сначала парням нужно перед девчонками как-то показаться. Я поэтому решил, что я немножко смещу с Вавилона, и первый семинар будет про Индию, про Камасутру. И, естественно, ты спрашиваешь у парней, там, парни, кто из вас знает Камасутру? Естественно, в 18 лет все тянут руки, готовы сразу отвечать, идти к доске, показывать. А у нее, на самом деле, четыре части у этой прекрасной нормативного документа он описывает всю семейную жизнь. Это было довольно весело, потому что мотивировало ребят к тому, чтобы изучать. Там девочки краснеют, мальчики не могут рассказать. А там из очень даже интересного, например, в Камасутре очень подробно описано, о чем надо разговаривать в первую брачную ночь вот с новой женой. И как надо встречать первое брачное утро. Вот я не уверен, что каждый человек сейчас знает, как точно встречать первое брачное утро. А о чем разговаривать? Слушай, там, на самом деле, ночью надо поговорить про звезды, поговорить про настроение, помечтать о будущем. Вот я уже помню плохо, на самом деле, надо перечитывать обратно. Но это было довольно прикольно. То есть я когда вот именно погружен был в тему, прям меня зажигало. А ты в своей жизни использовал это? Нет. Вот вам спросили, пригодилось или нет? Нет. Слушай, ну я и законы хамурапи не использовал. Блин, прикольно. Но у нас, кстати, у меня тоже было и ГПЗС. И у нас, я не помню, кто из преподавателей вел, потому что у меня это стиралось из памяти. Я помню точно то, что я сдавал ГПЗС комиссии, потому что у нас довольно жестко дрючили, но про Камасутру вообще ничего не было. Ну, очень жаль. Вы многое пропустили. Я думаю, что я на теле не ходил. Слушай, ладно, а ты знаешь, да, там, ну, за спружескую измен были обалденные темы, там, где как наказывали, там, в Инде отрубали кончик носа, где-то сжигали на железной кровати, вот мне очень понравился эта тема, было круто. Прям какие-нибудь специальные кровати для сжигания жен. Так нормально, можно открывать. Я думаю, сейчас пахнет на лошарту валить. Ну, так, это страшники, да, но на самом деле... Ну, если экспертное заключение получить, то почему нет? Ну, как факт. Экспертное заключение на что, я стесняюсь спросить? На данный бизнес. Почему нет? Ну, там надо, как ты знаешь, это делать более лайтовый, там, сжигать цветочками, там, не знаю. Ну, можно так. Но в целом, как символизм просто использовать. Слушай, ну, вообще, вот это интересно очень, на самом деле, как близко, на самом деле, взаимоотношения между людьми. Вот читаешь документы Вавилон, Древний Рим, Индию, а по факту человеческие отношения все равно очень близкие. На самом деле, разница культуры, конечно, есть, но, в целом, ничего глобально не поменялось. Особенно, когда читаешь какие-то вот кейсы, ну, знаешь, как про торговлю, про еще что-то. Прямо вот один в один. Ну, это же история, как с этим, условно говоря, с зарождением цивилизации, и все проходят через один уровень, просто, ну, по ступенькам, как в игре начинают там развиваться, да, как в цивилизации, условно. И прикольно, прикольно смотреть, как это происходит по-разному, с одной стороны, а с другой стороны все же одинаково. Ну, плюс-минус. Да, да, это конечно стандартная. Слушай, знаешь, что мне хотелось у тебя в целом спросить, я думаю, тоже у ребят, которые нас смотрят. Вот мы говорим там про бизнес, мы говорим про какие-то прикольные истории. Понятно, что, ну, там, раскрыли тему с интересной, с тем, как, что мотивирует, в принципе, а есть ли у тебя какая-то сверхглобальная цель. Вот мне, знаешь, с какой точки зрения, очень многие про это говорят, про какие-то глобальные миссии, то, что у них какие-то там цели глобального уровня всей жизни, условно, стоит, они к ней идут, и вот, отходя от нее, уже как-то там работают и с бизнесами, и с людьми, подбирают и так далее. У тебя есть какая-то такая штука, вот, что-то глобальное, на что ты опираешься, или нет? Слушай, мне кажется, она меняется. Иногда думал, что она у меня есть. Вот я прям помню какие-то периоды, когда вот она прям есть. Потом проходит какое-то время, выясняется, что она там чуть изменилась. Сейчас как раз я в периоде, когда, наверное, какой-то, может быть, поиск там, новой, даже не миссии, а идеи. У меня есть понятие такое, которое я часто озвучиваю на переговорах, вот, особенно в цифровом пространстве, когда мы говорим о сотрудничестве с кем-то. Это совпадение со стратегией развития. Вот ее я для себя представляю довольно четко, ну, по крайней мере, как я ее вижу для компании. И это вопрос, совпадает ли направление деятельности какое-то с направлением деятельности компании. Словно, когда мы говорим про развитие образования, то есть, да, мы там понимаем цифровое пространство, это интересно. Чаще всего любой из подобных проектов, он там как-то будет возможен. А если, например, цифровому пространству предлагать, не знаю, там, торговлю кирпичами, ну, очевидно, это не будет. Вот в таком плане, да. Понятно, когда, опять же, процесс влюбленности, когда идет в некий новый проект, у тебя точное понимание, что вот именно там глобальная миссия есть. Может быть, я даже расстраиваюсь немножко, так должно быть, наверное, постоянно. У меня сейчас чуть спокойнее как-то этот процесс проходит, и хочется даже, может быть, как-то оживить эту историю. Ну, это же, по сути, все спираль, то есть сейчас так, соответственно, дальше будет опять... Да, да, было бы круто. Вот я как раз думал о том, что надо бы влюбиться в какой-нибудь новый проект. Я часто с женой люблю шутить, что надо заново жениться еще раз на ней же. Было бы круто просто, ну... Первую брачную ночь проговорить. Еще раз, да, еще раз, с тем же человеком, да. Слушай, прикольно, ну, вот про глобальную миссию, окей, мы зафиксировали, а вот за твой путь в 40 лет с очень, там, большими проектами, с крутыми людьми. А какие у тебя были факапы, и можешь ли ты о них вот рассказать прям? Я бы даже сказал, какие топ-3, наверное, таких, знаешь, самых интересных факапов о том сейчас, да. Слушай, их много было, на самом деле. Даже не знаю, что такое рассказать по... интереснее, про себя, да, что-нибудь такого. Блин, мне так мозг, вот знаешь, он взял, берет, выкидывает, я... чтобы не о грустном, или о грустном, без разницы, что приходит на ум, то верно. Загрузил. я пытаюсь в голове сейчас собрать какой же вот прям топ-3, который так вот... Слушай, у меня есть обалденная история про лидеров России, могу вот ее рассказать. Просто вообще чума, я над ней очень долго потом угорал. Первый сезон лидеров России, мы заявляемся, и как раз вот только-только мы открыли бизнес, по-моему, 18-й год был первый сезон, могу ошибаться, там плюс-минус год. Может, 18-й? Да, 18-й, 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 первый сезон. Вот год бизнесу, у нас такая сложная, на самом деле, очень процесс, когда все вокруг говорят, что не получится, там, словно родственники сравнивают твой бизнес с парикмахерской, а вот эти люди парикмахерская, там, у нее лучше получается, у тебя пока убыток. Довольно прикольный, когда бизнес в автоматизации промышленного обучения сравнивают с парикмахерской, но тогда мне, кстати, заходило, меня это дергало, трогало, и мы заявляемся на конкурс Лидер России, начинаем участвовать в этих процедурах, довольно прикольный сам процесс, мы еще поехали в Прагу, и тест входной сдавали в Праге, там, на прохождение, и ты проходишь полуфинал, вот эта очная вся шумиха, губернатор, там, топы, обалденные абсолютно лекции, и ты не проходишь финал, вот я лично не прошел финал, и это очень клевое ощущение, когда я прихожу такой вечером домой расстроенный, и я говорю, ну, все, капец, я никому не нужен, буду зарабатывать 70 тысяч рублей, будем как-то жить, будет все плохо, это я в доме на 400 квадратов рассказал жене, она такая, ну да, пожалел меня, налила чаю такой, ну, слушай, ну, как-то справимся, будем, да, я такой, вот я цело два дня страдал, потом я через год очень клево, когда там бизнес стал, там, выручка, там, миллионов 50, наверное, угорал на эту тему, про то, что вот, ну, точно никто не наймет, мы никуда не пойдем, и где-то, там, кстати, ты мне задал вопрос про мотивацию, любого конкурса всегда должна быть мотивация личная, у меня тогда была личная мотивация себе доказать там, что ты кому-то нужен, блин, а оказалось, надо доказывать в другом месте, просто еще, так, это топ-1, на первом месте, это прям, знаешь, вот из жизненных историй сейчас, которые учат, одна из, потому что я ее часто вспоминаю, каждый раз, когда что-нибудь не получается, я такой, все, мы будем жить на 50 тысяч, вспоминаю эту тему, слушай, это прикольно работает, когда впереди какая-то жопа, вот у меня так хорошо работает, ты видишь, и такой думаешь, блядь, вот сейчас пизданет, условно, что-то вот сейчас будет, и ты себе проговариваешь просто, так, Стем, ну погоди, ты проходил уже, ну, довольно много интересных, познавательных историй, и вышел оттуда вполне довольный, там, совсем справился, неужели с этим говном не справишься, такой и пошел, как я понимаю, у тебя с этим то же самое, да, типа, была такая ситуация, когда ты уже, можно было сказать на грани, да, все, мы сейчас тут будем жить на 70 тысяч рублей, мы так говорим, еще 70 тысяч рублей, кто-то скажет, вот, блядь, собрались, мажоры, блядь, нет, конечно, Артем это органично, а тебя не очень, не очень, согласен, пока что. Не, ну, слушай, это же такое, я, кстати, думал потом, мы с кем-то очень умной девушкой разговаривали, там, коуч или психолог, она говорит, это такой комплекс нищеты, у тебя есть, как бы, ну, цифра некая, да, которая для тебя считает, там, некая критичная, вот ты ее вспоминаешь, потом можешь подумать, на самом деле, может, ты можешь на эти деньги жить по хуе, там, и кайфовать вообще. Еще одна из поучительных историй, это бомж с Луи Виттоном в Сингапуре, просто вообще космический, абсолютно мужик, он просто мужик, живет на лавке, но он одевается в Луи Виттон. В оригинальной. Да. Ему кто-то жертвует, он в каких-то супер-брендах одет, и он там весь, ну, он реально одет в 10 раз дороже меня, точно, но спит он на лавке, и он максимально круто выглядит, живет он рядом с, ну, Gattles by the Bay, кто знает, в Сингапуре, вот он прям рядышком там живет на лавке, пьет воду из фонтана. Что это, умный ход Луи Виттона, типа, даже, блядь, бомж на скамейке может позволить себе у Луи Виттона и выглядеть хорошо, По-моему, они с ним коллаборацию какую-то запустили в итоге, но началось, это не с этого, он там лет 15 уже проживает, ну, может, Бру там про 15, но точно долго, вот я был 5 лет назад он там был, и был год назад он там был, и он прям, он слугит, все лучше и лучше, мне кажется, он уже... Он приканливает потихоньку, он скоро адвокатом бренда. Он просто... Артем, ты же только что придумал глобальную миссию для всех бомжей в России. Ну, где он? Славки до Луи Виттон, как охуя, типа как оффер прям может звучать. Может быть, может быть. Слушай, еще не могу не спросить, у нас с Лехой разные мнения по поводу этого. Вот, ты сказал про умную тетку, коуча там, или психолога, да, как ты к этим людям относишься в целом? Вот был ли у тебя опыт, помогали ли они тебе, там, есть ли какие-то менторы, коучи, с которыми ты работаешь в целом, или... Как у тебя к этому шутка? У меня смешанное ощущение. Я на самом деле, сразу все простите, кто знакомый, есть из этой сферы. Я изначально очень плохо, да, мы занимаемся образовательным бизнесом, поэтому я ненавижу преподавателей, коучей, и всех, кто чему-нибудь учит. Нас человек. Да, ну, как бы, это профдеформация на самом деле, с этим надо бороться. У меня изначально критическое очень отношение к любому образовательному. Это, отчасти, даже проблема. Я, кстати, реально этим занимаюсь, так, чтобы убирать вот именно критику на самом начале, когда что-то образовательно начинаешь смотреть. В целом, у меня есть друзья, знакомые, которые там пользуются услугами коучей, и для них это полезно. У меня было пара классных бесед, я вот это даже воспользуюсь тоже, привет, там, Юлию Деревягиной передам, она одна из таких клевых девчонок. Чем она меня порадовала? Она работала на тот момент в НИСе, сейчас уже, не знаю, она там трудится, нет, начальником учебного центра. И она меня абсолютно удивила, насколько она лично увлечена вот этой историей про коучинг. То есть она настолько этим сама горела, что мне было интересно с ней пообщаться, именно потому, что ее там это очень сильно дровило. Сказать, что для меня это было супер, ну, может быть, нет. Хотя я к ней отправил всех там, и директор там ТПБ, да, Антон Елизаров тогда к ней пошел, и какие-то, ну, всех, кого знал парень, кому оказалось, что это поможет. Было интересно. И еще один у меня опыт, любимый, просто я его тоже люблю вспоминать. Любимая история про, я рассказал, да, про Феррари, белый шарф, нет? Да. В общем, я прихожу к коучу, она такая на тот момент очень крутая. Она была там директором в очень большой компании по персоналу, знаком с ее мужем, она вся из себя, ну, такая прям, все, она как всегда, как любой коуч рисует этот круг жизни, там, творит желание, выберет там все направления, там, где-то в центре, черный кружок, это баланс, все будет хорошо. Я специально, да, вот обесцениваю опять. Красавец. Это прям то, что надо. было интересно первый раз. И мы с ним начали говорить, он говорит, так, визуализируйте себя через 10 лет. Я говорю, все отлично, ну, как бы Гонконг, я еду в красном Феррари, я такой седовласый красавец, у меня обязательно белый шарф, Феррари красная. И рядом блондинка, и она, как бы, ну, со мной, ну, жена знает, но не ревнует, потому что это просто, ну, как бы надо для образа. Интересно, это прикольно. Надо здесь... Здесь даже не простая, понимаешь, он просто сидит, вместе с Феррари идёт в комплекте. Да-да-да, раз и села. Я всё это рассказываю, иногда мне, слушайте, мне нечем с вами заниматься. У вас, как бы, картинка мира нарисована, как бы. Идите, слушай, это же клёво наоборот. Я просто, у меня тоже был опыт, я позанимался с коучами, и клёво, когда у тебя всё, ну, типа, ты понимаешь, что ты хочешь, условно, тебе это незачем, и поэтому ты, возможно, обесцениваешься, мне кажется, ты обесцениваешься, потому что для тебя это просто. Ну, типа, вы, блядь, занимаетесь хуйнёй, условно, да, потому что я и так знаю, что мне надо, и спокойно иду, и беру, и делаю. Или потому что так и есть. Я вот сейчас посчитал, с того разговора прошло 7 лет, не хочу Феррари, не люблю белые шарики. И я бы, честно, наверное, больше про Куалу-Лумпур, чем про Гонконг. Вот, блин, вот всё поломано. Ну, то, что это всё меняется, это вот как и про глобальную. А тогда я даже поворот видел, вот я где, вот Феррари поворачивает, я даже дерево помню, которое там должно быть. Просто с Лёхой, вот Лёха тоже обесценивает, вообще люто, ну вот, по выпускам, которые у нас были, мы какую-то тему начинаем разгонять, я говорю, например, там, про инфобизнесмен, про ядзу, и так далее, и он такой, о, инфо-цыганин, ёпта, всё. А ты прям топишь его, да? Ну да. Я с тобой, на самом деле. Просто паразиты бизнеса, вот и всё. Ну, они классно наёбывают. Да. Вот в чём не откажешь, это просто, причём вот это, есть бизнес-молодость, которые два упря... Эти-то. Они уже, это, 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 Осипов. Дима у них там был, Дашкиев, да, по-моему? Дашкиев, Осипов. Мы с ним были знакомы, он, блядь, торговал диодами, я с ним был на встрече, он мне пытался диоды свои впарить. Я тогда работал, по-моему, ещё в Сургутнефтегазе, наверное. Он приходил с набором диодов, такой вот, у меня такие диоды, вот такие диоды, и он был абсолютно типовой, вот просто продаван, что он довольно хуёвый, ну. И проходит там три года, я его вижу в телевизоре, и он так вообще просто, он там, ну, он такой умный, я реально два дня я залипал на него, просто такой, ну, у меня картинка, вот я его помню, и вот, вот этот мужчина там, ну, это довольно прикольно. Слушай, они стадион как-то продавали, это в целом, ну, какая-то, не знаю, по крайней мере, наёбывать они умеют. Это точно. Но я надеюсь, это в прошлом, да, сейчас с ними вроде как начали бороться, и слава богу. Слушай, ну, может быть. Ещё такая прикольная тема, раскоучинг мы затронули, ты рассказал про Феррали, у меня есть для тебя вопрос. Представь себя в возрасте в каком-то, да, вот, у тебя сейчас активный этап, да, активный этап в жизни, да, условно, ты всё равно, ты говоришь о том, что надо влюбиться в новый проект, нужно там идти дальше, да, а вот есть ли какой-то возраст, в котором скажешь, типа, не, всё хорош, у меня, в принципе, то, чего я хотел от жизни, я там понял, и сейчас я буду там тихо, размеренно чем-то ещё заниматься. Вот это какой там, 70, 75, 80, может быть, чуть больше. Слушай, хэзэ, на самом деле, я сейчас с удовольствием очень смотрю на отца, он как раз вот сейчас такую какую-то уже взял, именно, ну, около пенсионного образа жизни, буквально недавно, там, полгода назад, ему 68, они абсолютно кайфовы, там, с мамой гуляют, наслаждаются жизнью, и мне очень приятно на него в этом состоянии смотреть, потому что когда он был в таком боевом рабочем состоянии, он даже об этом помыслить не мог, и я вот сейчас не могу придумать, как бы, пока подход такой, что лучше бы это не наступило. Слушай, а мы... Погоди, погоди, мы замылили. Нет, у меня дальше в продолжение этой истории был интересный вопрос по поводу того, что, ну, давай возьмем какой-нибудь там плюс-минус 70 лет, вот ты себя представляешь в этом возрасте, где-то, да, вот ты говорил про Локуау, Лумпур, допустим, и так далее, оборачиваешься назад, вот, в те года, которые прошли, и что ты видишь? В смысле? Что, что ты увидишь из того, что прошло в твоей жизни, вот, по поводу интересного, по поводу проектов, что это будет? Что ты, вот представь, мы с тобой садимся, также встречаемся, где-то в Куауау, Лумпуре, я надеюсь, да, такие, берем там винишко или виски, садимся поболтать, я тебя спрашиваю, Тём, ну, расскажи, как вот... Жизнь прошла? Да. Слушай, пока мне, видимо, везло, и как бы, я буду рассказывать какие-то хорошие, крутые вещи, на самом деле, ну, очень крутой проект, я вот никогда не мог помыслить, что буду заниматься виртуальной реальностью, скажи мне, там, пять лет назад, ты будешь заниматься, там, VR-ом, школьным образованием, бегать по школам, и на африканцев очки одевать виртуальную, ну, вот, я бы не поверил, совершенно, наверное, ну, наверное, буду рассказывать с кайфом, мне кажется, такое отношение. Ну, то есть, в основном это будут как раз проекты. Да, это точно будут проекты, это будут какие-то, может быть, маркерные точки, когда что-то получилось, это будут люди, совершенно точно. Потому что мне вот в проектах ты задавал вопрос, что важно, мне очень важно, чтобы были люди, на которых строится какая-то история, потому что для меня без людей компаний не существует, я вот не вижу их. А про людей, можешь сказать какие-то, выделить для себя, может быть, на что ты опираешься в плане людей, ну, вот, как ты подбираешь людей, как ты понимаешь, это вот человек, на которого можно опереться, или там спорно. Это какая-то внутренняя человека есть, или там, условно, у тебя шаблон, так, сейчас у нас будет собеседование, да, условно, там, А, Б, С, подходит, не подходит. Или уже просто на опыт. Честно говоря, скорее не ко мне, потому что я сейчас не собеседую давно уже, да, и, ну, как бы это, наверное, там про партнерки какие-то. Я, наверное, в этом не системный. У меня, честно говоря, восприятие людей очень, для меня внутри, очень визуально наполненное. Я почти сразу вижу для себя, там, будем мы с человеком общаться, не будем. Обычно через минут 15 у меня точно есть мнение. Оно очень часто ошибочное. Но оно очень яркое всегда. И мы какое-то время, я там думал, что с этим надо бороться, надо какие-то придумывать. Даже был момент, когда там какие-то, мы там писали с кадровыми работниками какие-то стандарты. Я сейчас точно от этого отошел. Мне важно понять, там, человек, А, вменяемый, Б, хочет, не хочет, и тогда можно что-то обсуждать. Про работу я давно, видишь, собеседование не вел. Я только вот увольнял в последние разы. Это тоже довольно прикольно, когда ты человеку говоришь, там, ты идешь в добрый путь и желаешь ему удачи, а он считает, что ты гад такой последний. А тебя это цепляет? Мне просто всегда тоже вот эта тема была интересна, потому что, ну, понятно, из чего складывается увольнение там и так далее. Как ты к этому? У тебя легко это получается? Или ты все равно собираешь силами такой, блядь, сейчас я пойду увольнять, что он обо мне подумает? Слушай, мне кажется, визуально со стороны у меня легко это получается, и мне кажется, что у меня легко получается, но я все равно собираюсь. Как-то так, наверное. Я в последнее время начал чувствовать миссию, что обязательно, если мы с человеком расстаемся, в идеале нам поговорить, чтобы он понимал причину, почему мы расстаемся. И грущу я только тогда, когда человек ее, ну, там, не слышит или не понимает, или, ну... Ну, для тебя это, возможно, кажется, подтверждение того, то, что вы расстаете, да, если он не понимает, из-за чего это происходит? Ну, да, наверное, наверное, вот последние пару случаев, действительно, я молодые ребята, и человек сидит на работе, просто втыкает, ему скучно, он ничего не хочет, ну, как бы, он ходит на работу для чего-то. Я ему об этом говорю, братан, тебе там 22 года, я, ты ходишь, ну, вот для чего тебе все это вокруг, если тебе неинтересно? 20 тысяч рублей, сколько там, 40 он там зарабатывал? Ну, точно, ну, как бы, ты точно готов продать свое время, там, самые классные годы за... Просидев просто. Ну, вообще, капец. Бестально. Да, это самое страшное, кстати, на самом деле, мне кажется, что может быть. Мне отчасти повезло, что я из больших компаний уходил очень быстро, когда становилось неинтересно, и это там происходило само собой, то есть у меня не было каких-то моментов там, чтобы меня там увольняли, вот там тоже РЖД, да, я там реально 4 года отработал, просто кайфовал. У меня была обалденная, интересная работа. Поменялось там что-то в руководстве, стало понятно, что неинтересно, я спокойно уволился, там, два месяца что-то поиграл в компьютер, меня взяли в Сургутнефтегаз работать. И там тоже было кайфово очень долгое время, то есть, долго, полгода я там работал, в целом, какое-то долгое время было кайфово. вот еще все-таки хочется обсудить, мы спросили про топ-3 факап, но ты назвал один, я вот специально хочу... Да слушай, два послыша. Я пытаюсь все придумать, или вспомнить какую-то такую историю. Может, что на ум больше приходит, вот, откликается больше. Да, как обосрался там. Это прям ситуация какая-то должна быть? Да не обязательно. Без разницы, вот что ты считаешь, именно вкладывая слово факап, что-то у тебя не получится. Ну то есть, факап мы не имеем в виду какой-то, знаешь, кризисной ситуации, когда там что-то плохое случилось, обязательно факап, это наоборот. Мозг такой, я как-то вот... Может быть, где-то бабки проебал в проекте в каком-то... Просто в карману выпален. Ну, типа, да, или так, не знаю. Заболел него. Прикольно. Какой самый... Ты говоришь про проекты, про интересно, какой... Вот у тебя есть какой-то проект, который, типа, ты открывал прям, было интересно, там, с партнером, не с партнером, без разницы, а потом такой, типа, блядь, ну, вообще, это факапный заранее. Есть такой, да, это Академия Киберспорта, до сих пор она числится. Слушай, была прикольная идея, прям реально крутая, открыть на стадионе, на Центральном, киберспортивный клуб, куда дети бы ходили тренироваться, именно как вот на спортплощадку. И идея-то до сих пор, на самом деле, живая. Но как-то вот распался коллектив, которым начинали это там задумывать. И там, ну, мы не потеряли денег особо, да, мы там только в самом начале задумки идеи были. Ну, мне иногда, я так оглядываюсь, хочется, эту тему там подвозродить, потому что она, мне кажется, крутой. Там и про здоровье, и про восприятие, и про отсутствие какой-то игромании. Когда дети начинают тренироваться с профессионалом, то есть у них уходит понимание вот этой компьютерной игры, как, если это киберспорт, то это прям про спорт. То есть нужно заниматься, там нужно, соответственно, разминки, нужно здоровьем заниматься, правильно питаться и так далее и тому подобное. Ну, это вот, наверное, если из проектов. А почему не получилось? Вот на твой взгляд, сейчас уже столько времени прошло? Мотивации не хватило. Это всегда так. Ну, слушай, не получается всегда, потому что не хватает мотивации. Мне так кажется, это прям вот, ну, бабки найти можно было, тем более они там были, возможности все были, ну, просто, ну, может быть, на тот момент приоритеты были чуть другие. Вот на тот момент там больше мы ударили школьное образование, и поэтому как туда. Пошло по одному месту все. Ну, в целом, да. Слушай, Артем, а вот такой же вот вопрос, ну, 40 лет тебе, да, моложе выглядят, но, вот смотри, за 40 лет жизни, если опять же оглянуться назад, вот какой бы ты себе дал совет 18-летнему, вот, со своим уже опытом, с таким, ну, солидным прожитым возрастом, кучей сделанных дел, кучей проданных крупных компаний, встреч и так далее, вот какой бы ты дал себе совет 18-летнему, тому самому юному кудрявому парню в автозаводском парке? Слушай, не знаю, не переживай, наверное, вот, какой-то такой. Слушай, еще и про свободу мышления, на самом деле, я понял, это вот в 18-м, кстати, году, как раз вот после разговора с женой, про 70 тысяч, да, и про там, мы все умрем, я в момент увидел, у нас бизнес начал очень сильно развиваться, ну, как очень сильно, условно, с выручкой в 300 тысяч рублей в месяц, да, там, двух миллионов в месяц, например, и я увидел, что сфера абсолютно шире, чем мы себя представляли, и что рынок намного шире, чем мы себя представляли, я даже в камеру посмотрю, и оказывается, мир очень большой, а не только вот шоры, которые там ты себе одел, в них бежишь в коридорчике, и другого не видишь, я, кстати, уверен, что вот сейчас у нас опять такой момент в компании, в целом, ну, в основном и в цифровом пространстве, да и, ну, вокруг, когда шоры опять надо раздвигать, снимать и так далее, я всегда завидовал, я там, восхищаюсь людьми, которые шоры умеют раздвигать, снимать и так далее, когда у самого это получается, очень сильно кайфую, вот, совет, наверное, вот шоры там немножко снимать, ну, что очень многие люди работают, вот, на одном месте, да, там, работающие компании, и на ней как будто бы мир ограничен, и все вокруг нее крутится, по факту, ну, ты это сам решаешь вокруг, чего крутится, все изнутри, слушай, а ты вот скажешь, можешь сказать, как это можно сделать, вот как снимать шоры, вот, вот как ты это делаешь там с другими людьми, или сам собой, вот какой-то прикладной совет, слушай, у меня пока только через боли страдания, я, ну, может тоже работать, это про зону комфорта, да, про выйти, да, как про анекдот там, да, висит на последнем крючке, так сказать, ввернутом задницу, да, говорит, вот зачем я вышел из зоны комфорта, в целом, ну, там, опять же, из анекдота, не знаю, кто помнит про альпинистов, рассказывать специально не буду, согни палец, да, ну, как-то так. А что, что может быть помогает, ну, там, вон, путешествие, общение с какими-то людьми, с ног, бухло, да, то есть, слушай, ну, бухло раздвигать горизонт не помогало никому, я не знаю таких людей, которым сужать помогает, раздвигать вряд ли. Возможно, тому бомжу на Луи Витон, который на лавке спит. Слушай, он походу трезвый, кстати. Нет, мне кажется, у него слишком жесткие шоры, если у него шоры, только на Луи Витон, как бы он всю жизнь туда идет. Это все мартнерка. Да, это широкий масштаб. Смотри, ну, алкоголь, всякая такая история, это же все-таки стимуляторы, да, и часто тоже рассказываю людям, ну, как бы, стимулятор отправить правильно, надо стимулировать то, что ты хочешь. Хочешь стимулировать веселье, стимулировать алкоголь? Какие вопросы? Стимулировать груз, как-то странно, ну, хотя тоже можно. И про шоры, наверное, путешествие точно, да, новые крутые люди точно, да, увлечение точно, да, вот, наверное, топ-3 для расширения кругозора. И еще способность внутреннее ментальное и желание оглянуться, вот прям реально оглянуться, вот поднять, знаете, самые умные сусликов, в итоге получают бампером по морде. Вот, в целом, ну, вот эти суслики все равно должны быть, которые выглядывают и оглядываются перископом. А как ты понимаешь, что пора раздвигать шоры? Ты явно говоришь о том, что кажется, что сейчас там в основной компании нужно опять это делать. Из чего это складывается? Твое ощущение? Слушай, ну, я как-то вижу в увлеченность людей, некий этап своей увлеченности. Мы, очевидно, вот сейчас, какой уже там, получается, четвертый год, да, мы живем. И, если начинали мы, как там, вообще в компании было там два человека, четыре учредителя, два работника, четыре учредителя, потом там стало 15, 16, сейчас там что-то около, там 60 человек работает на постоянке. И проходит вот этот вот момент влюбленности, когда уже надо работать, уже надо, может быть, какие-то вещи кажутся рутинными, что-то получилось, что-то нет. В этот момент очень сильно надо оглядываться. И если этого не сделать, то ты кучу возможностей не увидишь. Ну, последний наш пример. Не буду там заслугу себе приписывать, но если бы мы полтора года назад не посмотрели в сторону видео 360 и вообще этих технологий, а я очень сильно увлекся тогда. У меня у самого там куча камер 360, дом валяется. Я до сих пор очень сильно верю в эту технологию. И мы сделали первые. Сейчас у нас куча уже гидов отснятых там. Вот это прошоры как раз. Тогда, если помнишь, там все считали, что это какая-то не пойдет. Никто не верил, да, какая-то типа... Да, еще вот эта прикольная штука, с ней тоже знаком. Кажется, что очень сильно помогает история с неверю. Когда ты что-то новое начинаешь, как раз, когда ты свои шоры раздвигаешь, да, все вокруг, ты что, ты походу это, ну, что-то там пересмотрел, перебухал, либо еще что-то с тобой случилось, какое-то ненормальное, да, пошел какое-то делать, там же денег нет, ничего не получится, кучу, но вообще сейчас жить очень странно, столько всего в мире происходит, да, и так далее. И когда ты чувствуешь вот это, ага, ну да, давайте, давайте, типа, когда много против, это помогает как раз взять и стартануть, пойти и сделать, показать результат. Меня, кстати, очень сильно мотивирует, когда все вокруг говорят, это точно не про то, но как бы, так не бывает. А может поэтому так и было полтора года назад, чтобы тебя замотивировать? Слушай, ну нет, это же не специально все делается, это же тоже там искренне, абсолютно. У меня, кстати, в этом плане хорошие партнеры, они могут обосрать любую идею, это очень сильно мотивирует. Мотивирует. Да, они сразу нахуй посылают просто, и ты как бы пробивая идею, ты уже как бы можешь смело двигаться, точно ты ее проверил. Тём, я знаю, что ты очень любишь кальяна. Угу. Так это. Скажи, пожалуйста, есть ли место, или какое ты место можешь посоветовать, где ты пробовал самый вкусный, офигенный кальян? Не обязательно в России. Нет, слушаю, наверное, точно в России. В Москве, я не помню, как называется место, где-то мы сидели, было неплохо, и, ну, кстати, мозг кальяне у нас прям норм, ну, как бы мне заходит. Пока, наверное, вот так, не знаю, больше особо. Слушай, я же не по вкусу, я больше по образу, то, что я тот шукурильщик, я никогда не курил ни сигареты, ничего, что-то вот с кальянами в последние три года мы развлекаемся, это скорее про образ, то, что ты убиваешь клетки головного мозга, и чего-то происходит с помощью дыма. Прикольно. Слушай, знаешь, какой был вопрос? Мы сейчас от бизнесового темы чуть отойдем, но потом вернемся. А как ты вообще познакомился с женой, как у вас развивались отношения, в какой момент ты решил, что, ну, вот я женюсь именно на Кате, все. Я попал в семью. Забавно довольно история. у меня была девушка, у меня была девушка, это называется, блин, уид еще будет плохо, знаешь, отрави, выбрось, короче, вот у меня, вот все время было обычно так, вот. У меня родители уже привыкли, что, ну, ничего хорошего у меня в жизни не будет, по-любому будут всякие рокеры, байкеры, панки какие-то, и так далее. И я занимался тогда капуэрой, я тогда был не такой толстый, и, собственно, меня одна из девчонок, которая к нам ходила на секцию, позвала там со своей подругой сходить в театр, вот это казалось Катя, мы там с ней в театре познакомились. Она тогда был очень забавный персонаж, она приехала из Северодвинска, абсолютно вот нетипичный для, там, Нижнего Новгорода, для какой-то, там, моего окружения человека. Я ее первые два года называл ангелом. У нее до сих пор ко мне присоедают, почему я перестал ее называть ангелом. И почему не поговорил про звезды в первую брачную ночь? Ну да, 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 наверное, да. Я вспомнил, кстати, что мы пересчитали деньги на посудомоечную машину в первую брачную ночь. У нас не было, у нас был матрас, два стула, языки вот эти, знаете, которые, ну, просто, фанерки вот эти, самые дешевые. Маленький столик, на нем помещалось две тарелки, один стакан. И у нас была посудомоечная машина, которая просто стояла в центре кухни, потому что ей было не к чему подключать, да. Слушай, и вопрос еще по поводу познакомился. А как тебе это, ну, помогает в целом? Вот по поводу семьи. Это важная история, конечно. Ну, давай, ну, как бы, поженились мы через пять лет, поэтому это не было каким-то спонтанным решением. Это скорее вместе там развивались, мы познакомились между первым и вторым курсом, а поженились уже, как бы, нам, когда закончили через год. Про семью, вот я считаю, на данный момент это очень, кстати, важная история, что мое мнение, что... задумался. Для мужчины крайне важно, чтобы в семье был баланс. Есть люди, которым этот баланс не нужен, таких тоже, там, миллион. Ну, хорошо, для меня крайне важно, чтобы в семье был баланс. Это дает кучу-кучу сил на самом деле. И я прям горжусь, что у нас такая вот семья, она крепкая, что мы уже... Сейчас посчитать-то сколько лет, что мы там... Ну, сейчас скажу, 2005 года, да, там уже там 17 лет вместе, в браке, и дети растут. И это очень круто, что до сих пор мы можем в ней сесть и бухнуть, например, вечерком. И когда жена с бутыльник по пятницам, это прям норм. Блин, это клево. Это вообще... Ну да. Белая зависть. Это кайфец в том плане, что можно посидеть просто покайфовать. Или вот мы на годовщину свадьбы как раз мы ездили в Калининград на могиле Канта. Я взял две бутылки вина белого, мы включили на телефоне лекцию Канта. Мне даже менты трогать не стали. Они подошли. У меня там Кант, мы прямо на могиле с пакетом, у нас две бутылки вина. Они такие, блин. Я говорю, ну, мы лекцию слушаем. Они просто все, да, спасибо, давайте до свидания, только в пакеты спрячьте бутылки и все. Ну, вот это вот женой было, как раз мы с ней кайфовали. Как тебе в голову приходят вот такие оригинальные, ну, если можно сказать, кладбище в могиле Канта? Как вы к этому пришли вообще? Слушай, мне нравилась философия. Я как бы ее как-то изучал. Плюс вот преподавал историю политических правовых учений. И тут прям место, где вроде бы похоронен Кант, но не точно. И место кайфовое, лавочка удобная, и как бы вино рядом продавали. Все сложилось. Да-да-да, не было замысла такого. Все сложилось. Артем, слушай, я знаю, что у тебя было огнестрельное ранение. Да. Как? Расскажи эту историю. Она великолепная. Да, слушай, ну, она довольно веселая. Мы поехали, в прямом смысле, как потом выяснилось, слово отстреливать участок точки. У меня жена занимается дизайном интерьера и там рисует дома. Вот, собственно, мы поехали моему другу, Саше, отстреливали точки по участку вместе с нивилером. Приехали, он говорит, у меня там есть дальномер, достань, пожалуйста. Он вместе рядом с винтовкой новой. Я купил винтовку, пневматическую на слона. Говорит, насквозь пробивает слона. Говорит, вот достань, пожалуйста, обязательно. Мы открываем кейс в багажнике, она лежит глушителем в сторону меня. И оказалось, ну, в целом, винтовки нельзя возить надутыми, ну, в смысле, там, пневматическое, там, давление воздуха, возведенными, снятым предохранителем. Он сделал все, по максимуму. Я взял заглушитель, слава богу, стал двигать вправо, и в этот момент прозвучал выстрел. Он довольно тихий, кстати. Услышал я хлопок куртки сзади на спине. Ну, вот, собственно, дальше все, как в фильмах про Бонни и Клайда. Там, две дырки, два полотенца, на заднем сидении машины. Все было весело. Испуганные глаза хирурга. А что с этим делать? Кстовская больница. Ну, сначала в Шайве был, потом в Кстовской. И было очень приятно, когда я заходил в отделение полиции в Кстово, я весь в крови, такой перемотанный. Меня уже укололи на ВКИНом в больнице. И встало все отделение приемное. Я когда зашел, они все встали сразу. Очень приятно. Образ сразу такой задался. И опрос оперы, конечно. Слушай, тебя завалить пытались. Скажу честно, или вы кого-то завалили. Где труп? Сознавайся. Кто же Натя на это сказала? Слушай, она не говорила тогда ничего. Я периодически шучу, потому что она хотела в сговоре меня пристрелить вместе с моим товарищем. Но она обижается, я поэтому меньше шучу. Я правильно понимаю, это надо сквозь? Да-да-да-да-да-да. Две дырки одна входная, другая выходная. Ну, повезло, что я толстая. Она как бы мимо важных органов пролетела. Шесть. Да уж, прям. Ну, вот это, я не знаю, мне прям эта история очень запомнилась. Слушай, она мне тоже запомнилась. Знаешь, не каждый день в тебя стреляют. Ты общаешься с этим человеком? Да-да-да, конечно, дружно, все нормально. Он очень сильно переживал тогда, то есть он там весь там кучу пачек сигарет скурил. Ну, в целом у него и как бы уголовная ответственность, винтовка-то его, и как бы, ну, нет, нормально все прошло, слава богу. Слушай, про стендовую стрельбу еще. Ты довольно серьезно увлекаешься этим делом? Скажи, чем помогает? Ну, то есть, что это для тебя? Это просто игра или это выплеск эмоций каких-то? Слушай, это прикольный вид спорта в том плане, что это постоянный вообще процесс. Там нет некого финала. В стрельбе очень много маленьких движений, и стендовая стрельба и стрельба по летающим мишеням. И стреляешь ты, по сути, особью там по полметра, вроде бы легко попадать. Но отклонение на сантиметр у тебя в руке, соответственно, отклоняет на два метра, например, при стрельбе само особь от мишени. И это такой постоянный процесс самопознания внутри организма, эмоций, движения, зрения. Мне вот нравится все, да, там даже ощущение организма. Там интересное очень ощущение, что когда начинаешь заниматься постоянно стрельбой, у тебя мышцы спины начинают обнимать позвоночник. У нас обычно эти мышцы не задействованы при ходьбе, при какой-то обычной жизни. И ты прямо это физически ощущаешь, что ты там два часа на тренировке, ты потом ощущаешь, как развивается какая-то красота. Прикольно. Мне нравится очень. Мне просто дочка начала заниматься, это отдельный кайф, смотреть, как она обстреливает мужиков. Вот ты про это тоже слышал, на самом деле, прикольно, да, то есть там приезжают взрослые дядьки, да, и ты приводишь дочку, которая там делает их условно, делает результат. Конечно. Да, довольно прикольно, всегда заходит всем. В Чечне мы были в Гудермесе, в центре подготовки спецназа, было очень забавно смотреть, как бородатые чеченцы от нее стараются стрелять подальше, потому что они поменьше попадают, а иначе побольше. Прикольно. Слушай, раз уж ты вот тоже про детей заговорил, а вот кем бы ты хотел, чтобы они были, и хотел бы ли ты вообще, вот, есть какой-то, ну не знаю, Слушай, я стараюсь за них не хотеть. Мне кажется, у меня вообще есть товарищ, который всегда умеет за кого-то хотеть. Мы когда учились в институте, вот ты говоришь там, мне нравится мороженое, он говорит, нет. И у меня всегда был к нему вопрос, слушай, я говорил мне, почему отвечаешь ты? Вот у меня в целом подход такой, что нельзя хотеть за других людей, и, наверное, я стараюсь не хотеть за детей. Ну, то есть, ты любой выбор условный, я хочу быть там, не знаю, программистом, лёгким. Не, ну, там, если не проститутка и драгдилер, то... В целом нормально. Да, да. Всё остальное меня в целом устраивает. Ну, наверное, есть ещё какие-то профессии, я просто не фантазировал на эту тему. Слушай, да нет, ну, я стараюсь где-то, мне очень хочется быть им помощником каким-то, но это, кстати, очень сложная тема, это про образование и родителей. На самом деле, пока я убеждён, что в базовой модели бывают, конечно, исключения, не может родитель быть преподавателем у своего ребёнка. И бывают, наверное, ну, там, крутые и классные исключения, наверное, ну, они там к чему-то успешному приводят, но в целом родитель — это про воспитание, а педагог — про образование. И вот, ну... А лучше расправлять сразу эти вещи. Да, 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 да. И я стараюсь тут... Ну, последний пример с Аней, она там ходила на сажовку в компанию. Это очень прикольно для меня было просто, это в образе в самом. Она приходит утром такая, в субботу расстроенная, папа, я хочу делать игру, мне никто в этом помочь не может, там, типа, вот всё, вот я там, не умею, пока не научилась, никто этим не занимается в мире. Я говорю, а ты не думала, что у меня вот компания, как бы, 3D, там, VR-ом занимается и так далее? Ну, это всё не то. Я в её мире, вот, абсолютно не тот человек, который может, там, чем-то в этом помочь. Там пришла, с нашими сотрудниками подружилась, там, сделала три игрушки маленьких. Какое-то, я думаю, маленькое свое детское счастье она получила, уже кайф, я вот, папа, кайфанул. Ну, как-то так. Я надеюсь, что с сыном такая же история будет. Он пока маловато, вот, именно для работы, ну, пока не выбирает, но... Ты поддерживаешь все их начинания? Потому что я стараюсь, на самом деле. Ну, вот, да, в целом, наверное, да. Кайф. А ты вот в детстве отличался от... Ну, не в детстве, а вот в их возрасте, вот с сыном, если сравнивать. Вот ты был такой же, или у тебя сильно отличалась история? Слушай, это очень философский вопрос. Недавно кого-то слушал тоже из совсем взрослых дядек, что все почему-то пытаются не быть таким, как там отец, условно, не повторять полностью путь, а все же получается примерно плюс-минус так же. У меня вот с Африкой, видишь, я думал, что никогда не пойду по пути отца, а вот на форуме России Африку уже даю интервью. Уже ступильный, дороже. Да, да. Мне сейчас кажется, мне кажется, и отцу моему казалось, что он сейчас на меня там как-то похож и как-то двигается в той же стороне. Ему, наверное, кажется, обратное абсолютно, не знаю. Ну, да нет вроде, да, все правильно, все нормально. Мне это кайф. Слушай, прикольно. Знаешь, какие хотелось бы еще темы обсудить, истории по поводу, вернуться немного, наверное, к бизнесу. Мы поняли по поводу семьи. То есть семья, по сути, у тебя это то место, которое дает тебе силу в том числе. Ну, это место силы. На новое совершение идти. А как реагирует? Вот ты же, насколько я вижу, же ты человек идеи в том числе, да? То есть ты загораешься, ты говоришь, что он что, влюбиться в новый проект, идти дальше, да? А как семья на это реагирует? Вот ты приходишь домой и говоришь, блин, короче, видео 360, допустим. Все привыкли уже. У меня уже нет как бы, ну, у меня Катя на самом деле в этом плане уникальный человек. Она умудряется поддерживать во всем. То есть условно, там, мы сегодня копаем яму, там, значит, вот, ну, точно надо ее вместе копать. Вместе запускаем космический корабль, давай разберемся в этом. И они, ну, я уверен, что Катя уже просто привыкла к тому, что я вот часто загорась в какой-то истории, там, в ней в это время живу, и меня лучше в этот момент не трогать. Меня лучше оставить спокойно, чтобы я там перегорел, да-да-да, потом вернусь. Какие бы ты советы или какой совет дал начинающим ребятам? Вот мы все-таки разговариваем по поводу бизнеса. Сейчас есть огромный тренд, там, на всякие, всякого рода бизнесы, там, товарки, ВБ, Озон, и так далее. Кажется, что очень, да, кажется, что сейчас очень много армии, реально ребят, встают, идут делать, что-то пробовать. Понятно, что получается уединиться, и это нормально, наверное. Вот как, с твоей точки зрения, что бы ты посоветовал какие-нибудь там, одну, несколько вещей вообще, что одно из самых важных в этой истории. Давай даже не так, одно вот, что нужно бы сделать, на твой взгляд, и одно, что точно не нужно делать в самом начале. В бизнесе в начале? Да, в проекте, в бизнесовом проекте, который, ну, про деньги хоть, про какие-то. Это, чтобы он, самый главный совет, чтобы он был про деньги. Да, окей, давай, про не нужно. Это вот, я сейчас в последнее время стал очень часто встречать именно эту позицию, она точно ведет к неуспеху. Это когда, вот мы в больнице как раз лежали, с парнем вратарь футбольной команды, копят деньги, чтобы куда-то вложиться. Он не хочет разбираться. И это вот самое фиговое, что можно сделать в бизнесе. Просто вкинуться куда-то какого-то партнера, не разбираясь там внутри, не пытаясь участвовать в самом процессе, это точно не про успех. То есть это там, ну, в теории возможно, если очень сильно повезет, может привести к тому, что там, за то, что ты заработаешь. Но 99,9% если ты не разбираешься, лично не участвуешь, и тебе это неинтересно, то ты с этого ничего нормального не сделаешь. Это вот про личное участие. То, что, ну, точно нельзя делать, просто отдать кому-то деньги, там они типа будут работать. Это точно приводит в провал. Про то, что точно нужно делать. Что делать? Ты, может быть... Да мы все делали неправильно. Здесь же на самом деле, ну, там, если считать точкой отчета, там, ТПБ, например, да, как первый бизнес, именно свой, где, как собственник, все неправильно. Ты поначалу воспринимаешь, что ждешь зарплаты. Это очень забавное, кстати, вообще ощущение, когда ты... Как собственник, да, такой сейчас. Это очень неудачно. Да, да, да. Кстати, от этого многие люди не уходят всю жизнь. Вторая история, это про то, что там не понимали, как устроены процессы, там, как коллектив. Может, и сейчас не понимаем. То, что нужно делать. Вот я считаю, что нужно увлечься реально и дать себе время пожить вот именно этой истории, если уж ты хочешь, чтобы это был бизнес. Он может быть любой абсолютно, но вопрос в том, что ты в нем должен быть, там должна быть частичка тебя, и тогда, возможно, людям, другим, это будет интересно. Будет это B2B, B2C, там любой рынок. Ну, как так. Опять про интерес. Мне очень прикольно, у меня в голове клеится вот эта картинка про интерес. То есть, у тебя действительно вот это, ну, очень большой акцент на этом, я его абсолютно поддерживаю. Потому что я не понимаю людей, ну, возможно, это другой уровень, когда мы говорим про какие-то глобальные инвестиции, да, когда ты распределяешь капитал, и ты, ну, условно понимаешь, что растет, что не растет, анализируешь, куда-то вкладываешь деньги и не участвуешь. И эту историю распределяешь. Если мы говорим про начальный бизнес, вот я поддерживаю историю с тем, что изначально нужно загореться, нужно идти туда, потому что ошибок будет до хрена. Вот я могу это тоже, то же самое сказать и по поводу зарплаты тоже поддерживаю, потому что такой сидишь, ага, так, хорошо, я себе зарплату заплачу, это единственное такое белое пятно, потому что сначала кажется, что это куча-куча всего, что нужно делать, здесь надо процесс, здесь надо что-то с людьми делать, здесь надо продавать идти, и так далее. И кажется, смотришь, о, ну я себе денег сейчас заплачу и так далее. Когда ты начинаешь к этому относиться, то кажется, что это превращается не в бизнес, а в какой-то, ну типа, ты просто сделал место, где ты работаешь, условно. Ты работаешь, от этого ничего не меняется. Как раз эта история про шоры, да, очень клево клеится. Вот я, кстати, говорил про лекцию, на лекции молодых ученых, я такой выработал для себя термин, называется гибкая целеустремленность. Это вот как раз про то, что есть какие-то стратегические цели, куда ты там собираешься идти. И да, с одной стороны нужно шоры открывать, а с другой стороны надо понимать точно хотя бы направление, куда ты идешь. Тоже типовая ошибка, ребят, которые открывают компанию, мы будем заниматься всем бизнесом на свете вообще вот. Любым. Там, не знаю, все, что не приколочено. Начинаем обычно с отмыва бабла, а там дальше уже как пойдет. Ну, то есть, это вот такая типовая просто, ну, штука, когда ты не фокусируешься на какой-то истории. Пускай это будет не там один проект, но хотя бы направление должно быть точно. И вторая, это когда ты перспективу денежную оцениваешь, исходя из текущего момента. Вот условно, у тебя есть три клиента, я их там втроем могу отрабатывать, это там 100 тысяч рублей выручки в месяц. И все, и дальше мы не пойдем. Вот мы сели и печалимся, да, или радуемся. Тут два варианта. Точно, абсолютно, жизнь заканчивается тем, что, ну, как будто жизнь наказывается за эти истории. Если ты доволен, и ты сел, то этот клиент пропадет, 100%. Если ты недоволен, то, как бы, у тебя два выбора. Либо ты активно дальше работаешь, находишь там что-то новое, интересное и так далее, либо ты печалишься, и это закрывается. Ну, вариант других. Знаешь, какой, тоже очень хотел задать вопрос, как правильно понимать, вот есть ли у тебя какие-то истории с тем, как это оценивать. Вот, у меня проблема с пониманием того, когда нужно дотаскивать, условно, а когда нужно отпустить. Я в своем случае опираюсь чисто на интуицию, потому что ты можешь много анализировать, там, смотреть на цифры и так далее, прогнозировать, но в итоге все равно этот ресурс заканчивается. то есть тебе нужно загореться, чтобы тебя дотащить, просто рутинно тебе не хватит. Ты проекты имеешь в виду или бизнес в целом? Проекты, вообще бизнес в целом, проекты, какие-то новые, старые проекты. Есть ли у тебя какое-то, вот, в этом понимании, на что ты опираешься? Слушай, я человек не очень системный, мое глубокое убеждение, что если про принятие решений именно по бизнесу, как предпринимательства, то это, ну, часть предпринимательских чутья, и вообще, функции предпринимателя. Это возможность принять рисковое решение, туда или обратно. И чаще всего, если мы слушаем бизнесменов опытных, они даже, когда рассказывают про некую аналитику, они потом говорят про принятое собой решение. Бизнес отправит про принятие решений. И там, ответственность за риск, правильное оно или нет. И, ну, сказать, что есть какая-то там суперсистемная. Я сейчас начал собирать какую-то информацию, понятно, там, бухгалтерия, какие-то финансовые, там, понимание, какие еще нужны затраты, но решение в конце все равно будет своим. Слушай, а вот в эту же тему, вот мы сейчас проговорили про принятие управленческих решений. Да, очень важная штука. Сейчас даже в лидерах России специально отдельную, короче, штуку вывели под это, командное решение предложить онлайн. Но у меня вот вопрос немножко другой. Еще появилось очень давно модное слово теперь, эмпатия называется. Вот насколько важна эмпатия в бизнесе, важна ли для тебя, например, как часто ты пользуешься именно своей эмпатичностью и вообще, насколько ты эмпатичен. Слушай, надо разобраться, что такое эмпатия для начала понять. Я думал, что это личная включенность, как бы, у тебя какое вот восприятие этого слова? Да смотри, это больше такой эмоциональный интеллект, что ли, когда ты чувствуешь другого человека, ну, условно, невербально, может быть, где-то с вербаликой, но ты чувствуешь, или состояние команд людей, например. Это может быть четко, чуткость, маленько, да, то есть типа интуиция плюс чуткость. Плюс понимание какое-то. Вот в сумме это вот, ну, для меня, вот я так себе эмпатию объясняю. Ну, это к клиенту или к коллективу? Нет, пока именно вот говорю внутри, именно внутри коллектива. Слушай, она важна, конечно, но это скорее в целом там, ну, для меня эмпатия там чуть по-другому, как-то я само как слово, да, понимал. Но если мы говорим про эмоциональную включенность внутри коллектива, она, конечно, нужна. Если ее нет, то с этим есть люди, которые умеют работать без эмоциональной включенности. Я их в перечке встречаю, это очень круто, кстати, я завидую. Я работать без эмоциональной включенности не могу. Ну, это вот про интерес, про... Такая же история, абсолютно. Ну, я уже смирился просто, ну, как бы не могу, ну, зачем там, не знаю, перепрыгивать какого-то, не знаю, там, большое препятствия. Но для меня она определяюще важна. То есть, если у меня этого нет, то я просто ничего делать не буду. Очень простая история. Если у меня ее точно нет, то я точно ничего не буду делать. Я про себя это точно знаю. Слушай, вот смотри, ну, мы поняли, что, в принципе, у тебя очень крутая, насыщенная жизнь, много проектов. Ну, это действительно так, как бы, я думаю, зрители с нами согласятся. И вот вопрос, ну, мы поняли, что это, ну, деньги ты зарабатываешь. А куда вот Артем Трахин как физическое лицо эти деньги тратят? Значит, такой вопрос очень у меня шитом. Ну, да. Я подпрыгнул. Слушай, а это, кстати, такая интересная история. Это к вопросу про личное развитие. Я что-то недавно понял, что мы как-то с женой, там, семьей как-то в вопросе затрат остановились. Что-то мы перестали хотеть. Наверное, нам надо учиться что-нибудь хотеть, надо что-нибудь придумать новое. Вот это, значит, такой вот выбор. Пока я, наверное, только на бизнес тратил. Нет каких-то таких. Ну, там, машину купили, дом построили, дома кайфуем. Да, понятно, там какие-то... Ну, условно, для бюджета семейного незначительные вложения мы, понятно, каждый день там дом делаем, какое-то развитие сада, огорода. Вот крыжовник вырастили для нас от достижения. Ну, потому что мы там не огородники совсем. Но вот сейчас есть идея чего-то загореться и там куда-нибудь потратить. А у тебя есть понимание, вот как ты, ну, планируешь этим загореться? То есть это поиск информации, не знаю, общение с другими людьми, может быть, какое-то просто вдохновение. На могилу Канта может надо опять съездить. Может быть, ты хочешь взять очень перспективный проект подкаста, например. Ироды. Вы сначала другой датащите. Договорим. Слушай, вот, наверное, сейчас мне хочется чем-то жизненным, кроме бизнеса, тоже увлечься. Ну, то есть вы что-то потратите именно, поймем, там, работа. Не знаю, я всегда этого момента боюсь, потому что я не знаю, куда он выведет. Я всегда стараюсь аккуратно к этому. Ну, да, это какие-то такие истории про Канта, про стрельбу, еще про что-нибудь. Слушай, смотри, вот многие, в принципе, говорят по поводу того, что есть даже такая теория, многие там коучи и всякие остальные ребята учат поставить себе безвыходную ситуацию, типа раздувать свои затраты. Если у тебя дохрена затраты, ты начинаешь себе позволять там больше, да, дорого одеваться, вкусно кушать, там, я не знаю, машину купить, да, когда у тебя нет возможности раздуваешься, то ты ставишь себе безвыходную ситуацию, ты идешь и, ну, типа, находишь, где ты зарабатываешь деньги. Как ты к этому относишься, интересно? Как дебилам. Если коротко. Слушай, я эту историю слышал. Я даже какое-то время ей пожил, мне, слава богу, повезло. Это было примерно так. У меня была компания, в которой я занимался активно продажами. Она выделяла много средств на, условно, там, пресейл для клиентов. Ну, это пьянки, гулянки, тогда это были, там, начало двухтысячных, соответственно. В основном, это было Бухалово и всякий там отжиг в клубах, там, в стрип-клубах и так далее. И на тот момент оказалось, что вот так это должно быть, только так это существует, это там по-другому не бывает, это реально подобное. Мы там делали какие-то вечеринки, вообще абсолютно адские для муниципалитетов, это был просто вообще трэш. Но и этой истории часто очень многие люди горят, да, то есть, вот я сейчас буду там, я не знаю, сейчас там поржать, куплю себе дольче Габана, буду ходить в ботинках Гуччи, да, и точно успех придет сам по себе за мной. Я считаю, что это не про то. И так получилось, что сейчас несколько там знакомых каких-то там миллионеров, миллиардеров появилось, именно долларов. Я вижу, что это люди увлеченными своим бизнесом, а не шмотками, и там, ну, может быть, есть какие-то другие пути, но я не встречал, чтобы человек начал, ну, как бы, выпендриваться, и что-то стало от этого лучше в жизни, хотя может и бывает, не знаю. Тогда тоже вот тема, философский вопрос немного, а в целом, ты продуктивен, на твой взгляд, исключительно? Вот сейчас конкретно в точке абсолютно нет. Это искренне я тебе абсолютно говорю, я считаю, что как раз вот сейчас надо вот время шоры, там, проекты, какое-то движение, чтобы быть более продуктивным, потому что, ну, что-то мы все присели, надо какую-то движуху новую. Даже не бизнес новый, а внутри какую-то движуху новую. Кафе, мы всегда готовы тебя приезжать. давайте давайте. Прямо. Например, с подкастом, да, может, сейчас так ходить. Третьим ведущим будем раздвигать шоры. Да, посмотрим, как получится. Можно раздвигать шторы, если шоры не получается. Да, дойти до этого, чтобы какой-нибудь из выпусков подкастов мы снимали там на Бали, на берегу океана, вообще бы тебе вышли. Мы это обсуждали, это прям мечта такая есть, ну, которая немножечко трансформируется в цель, то есть пока больше как хобби, но вот в целом, если получится у нас, а я думаю, что получится, тогда, милости просим, у нас будет Трахин 2.0. Давай, не вопрос, я там уже все знаю, у меня там, каждый обезьяна знакомый, пьяный слон знакомый есть. Что-то было прикольное, про обезьяну была какая-то прикольная история у тебя. В парке, в обезьянном парке ты рассказываешь. Ну, это фигня, это просто она очки там содрала с знакомой нашей, да, и там с ними убежал, я схватил дубину, то есть она сидела просто спокойно, пока я дубинку не взял, но с дубинкой набежал. У меня веселее было про слонов, я там бухал с одним из чиновников на Бали, мы подружились, и ему приходит там новость, трэш, все, у нас события, у нас слоны напились, у них бочка со спиртом упала, ну, они называют озеро, но это лужа реально, в лужу, из которой пьют слоны. И мы приехали, там было просто в повалку, слоны, оказывается, когда пьяные, они очень тихие, они просто валяются под джунглами. Отдыхают. Да, это было очень круто, на самом деле. Причем, это всемирно известный парк, я вот называть не буду, наверное, публично еще в суд подадут. Ну, он прям вот во всем мире известный там. На слонов, за нахождение в грязном виде в общественном боте. Слушай, еще, сейчас вспомню, тоже, это в целом вопрос, который мне давно хотелось тебе задать. Как ты, при условии того, то, что есть новые проекты, ты горишь какими-то идеями, как, ты разделяешь дом работы? Или нет? Слушай, нет, нет, у меня как раз такая, ну, несколько друзей, у них как раз там главное, там некая там, даже не претензия, там посыл частый. У меня один товарищ хороший, очень даже книжки там дарил, знаешь, это как монах продался в эфирале, как так называется она книжка. Там же тоже про баланс история. Мне кажется, что разделять неправильно. Мне так кажется, может быть, я в этом не прав. Нет, особо не разделяю. Я живу как, ну, словно живу как бизнес, как работа, так и нет у меня. Я просто тоже вот эту историю поддерживаю. Очень часто слышу о том, что очень важно, ну, согласен, что нужно переключаться, типа, ты не можешь постоянно находиться, там, условно, там, полгода не переключаясь, съездить на природу, посадить крыжовник, это же охренеть круто. Но как предприниматель может разделять, типа, там, я просидел в офисе до восьми, да, уехал, и все, вы меня не трогаете, никаких вопросов. Да я на работе никогда этого не умел делать, когда на наемном работе. Я вообще не понимаю, зачем, ну, есть люди, которые, знаешь, такие, вот на работе я такой, дома я другой. Я вообще не понимаю, вот это какая-то мимикрия такая, это какое-то притворство, или для чего это вообще, ну, и что там происходит. Там, ты меняешься как человек, когда куда-то на работу пришел, в другое пространство. У меня то же самое на переговорах, когда с чиновниками очень удивляет, когда люди начинают какой-то образ себя придумывать и в нем там проживать. Точно, совершенно всегда неискренне очень видно, и не знаю, не понимаю. Это как раз про эмпатию. Да. Видно, не видно. И тут еще ведь тоже главное органично встроить, как бы, всю свою остальную жизнь, вот в ту среду, которую ты считаешь важной. То есть, это предпринимательство, ну, то есть, тебя же все равно, что семья должно, ну, как бы понимать, это как раз тоже про эмпатию. То есть, ну, не понимаешь, что ты увлечен, и как пазл туда все встроилось, и это вот такая большая картинка, крутая, прикольная. Конечно, конечно. То есть, без вот этого органического строения тоже как будто бы не работает. Это вот про баланс. На самом деле, найти там пару, найти семью, которой с тобой интересно что-то делать. Я вот искренне считаю, что самое крутое, что может быть в семейных отношениях, когда вы что-то вместе делаете. Это вообще кайфец просто. Например, прибухнуть в пятницу. Ну, прибухнуть в пятницу. Прибухнуть в пятницу. Или на могилу Кану. Или вот бассейн, да, разгрузить. Но тоже вместе же. Да, ну, вместе делали это, да, и вместе потом она сейчас меня перевязывает. Слушай, Артем, а ты вот, когда работал в продажах наемным сотрудником, расскажи про свой самый успешный кейс. Что бы такое интересное самое успешное это рассказать. Слушай, у меня есть один, но у меня до сих пор компания Инго Страх обижается. У меня даже вот был, год назад была встреча с вице-президентом, по страхованию. Он говорит, я тебя, тварь, помню. Это, наверное, лучший комплимент был в мой адрес. Я один раз по ДМС застраховал группу ГАЗ в другой компании не у Дерипаски, целиком. Это было очень круто, на самом деле. Мы 16 января перевыполнили годовой план на 1300% по этому виду страхования. У меня менеджмент в Москве, они просто, они когда увидели сделку, они такие, чего же, просто, что происходит. Как тебе это удалось? Слушай, это было про отношение, про искреннюю веру, что у нас получится круто. Там большой был проект, это медицинское обслуживание всех работников автозавода. И мы договорились с клиниками, крутыми и классными, и мы убирались в ценник. ДМС, это там про лечение, да, про зубы, про... Медосмотры. Консультации, медосмотры, всю эту историю. И у нас прям сложилась в какой-то момент такая классная история, что там все хотели чуть по-другому, мы смогли дать больше сервиса. И прикольно, ну, прям хорошо. Заработали мало с этого, но как бы другого. Зато он ты до сих пор вспоминаешь, как одно из крутых достижений. Это да, это было прикольно. Ну, еще как страус страховал, тоже мне понравилось. Так, а страусы? С живого? Ладно, я не рассказывал эту историю. Вот эту нет. Моя любимая тема, на самом деле, про страхование страусов. Это я рассказывал продажникам в страховании. Приходит кейс, открывается Макаревский страус, ферма страусиная. Макарева, не знаю, они сейчас живы, нет, но тогда это было прям самое начало. Собственник абсолютно увлеченный мужик, он купил этих страусов в кредит, и ему надо их застраховать, как вот кредитный объект, соответственно. Я позвонил в Москву, говорю, ребята, там так, так, стандартный ответ любого андрайтера, идите. Ну, эта тема, ну, она такая всегда бывает. И функция как раз директора по продажам в этот момент у филиала это там выйти на топ-менеджмент, чтобы эту фразу преодолеть. И мы не придумали ничего лучше, как поехать со страусом в Москву. Это просто было бы... А мне сказали, мы не можем его смотреть. Я говорю, почему? У нас там ветеринары были, мы уже страховали там крупный рогатый скот, еще кого-то. Он говорит, ну, ветеринар не умеет смотреть страусов. Я говорю, научится, там, книжки есть всякие, там, давайте как-то придумывать. Он говорит, нет, страуса в прицеп, взяли его и привезли прям в Уралсимта офис был в самом центре Москвы напротив Лужников. Мы просто приехали на прицепе со страусом и мы его разгрузили прямо в офис. У меня в фойе стоял рядом с охраной на поводке, мужик его держал и страусом он боится только штуки, которые выше, чем он. Поэтому у него в руке была метла такая, знаешь, штука, треугольная. Он надолго понимает, да, да, он слушается как бы. И вот мы с этим страусом, он двухметровый, реально здоровый страус. Мы шарахались по центральному офису, мне застраховали страуса, мы все застраховали, все было классно. Там сумма сделки небольшая, но сам процесс он был фееричный. Конечно, директор вышел, он просто, понимаешь, он в офисе сидит, в костюме мужик выходит, но страус стоит в коридоре перед его кабинетом. Слушай, мне кажется, это очень клево работает в плане, знаешь, твоего социального статуса какого-то типа. Если он, блядь, страуса смог застраховать, да, то... Ну, тогда в страховании в головном. Ой, нет, слушай, это вообще очень круто. Вот у нас был тигр, стал страус. Да, да, да. У нас небольшой зоопарк, мы в первых выпусках обсуждали тигров там и так далее, сейчас пришли к страусу. Ну, джунгли зовут, да. Раздвиваемся тихонько. Класс. Слушай, давай подходить, наверное, ближе уже к завершению. Да, да, да. По поводу... Есть у меня один такой вопрос, тоже философский, хотел его спросить. Ты считаешь себя счастливым человеком? Если да, то почему? Если так, соответственно, нет, то тоже почему? Слушай, вот недавно как раз об этом думал, да, считаю, наверное, вот... Я сомневаюсь. Наверное, да. Слушай, я точно знаю, что счастье — это субъективная история, и она, условно, всегда разная в моменте. То есть ты в какой-то момент счастлив, в какой-то момент, может, ты считаешь, что несчастлив, но на самом деле это по-другому. Но вот на данный момент, да, все как бы ок, ближе к счастью. А какая у тебя формула счастья, вот если брать постоянное такое? Ну, опять же, понятно, что дело субъективное, безусловно, но вот твоя формула счастья, в чем она? Слушай, вот не знаю, на самом деле, я об этом думал. Я думаю, что в любом случае счастье — это про эгоизм немножко, потому что это некий коэффициент личной удовлетворенности происходящим. Вот так вот. Вокруг, причем во всех сферах, да, пускай даже когда ты там беспокоишь за семью, хочешь развития родных и так далее, это что-то про себя. Ну, и счастье — это про себя всегда. Ну, давай так, это будет там некий кью, коэффициент личной удовлетворенности, на котором унаживается все происходящее мимо. И если он в плюсе, то как бы ты счастлив, а если он, наоборот, с минусом все происходящее, то как бы, наверное, нет. Тогда пол задумался. Да-да. Посчитать заново. Да-да. Еще закину в продолжение. Какое самое яркое воспоминание у тебя в жизни? То, что первое приходит на ум? Блин, сложно на самом деле их... Вот почему сложно на этот вопрос ответить? Мы недавно поняли с женой, что у нас дети офигели. Вот это про это же. Когда они условно побывали в Сингапуре, пожили там на Бали, побывали в Дубае, и они сейчас любой музей, любую пояску воспринимают как наказание. Мы даже ржем, что дети в наказание за то, что сегодня плохо учились, мы поедем в Санкт-Петербург. О, нет, пожалуйста, не надо, мы не хотим. Слушай, ну это круто, это же про уровень как раз... На самом деле, мне кажется, вот как раз это антикруто, когда пропадает как бы вот эта, знаешь, искра новых впечатлений немножко... Ну, думаю, что сейчас... Ну, у дочки уже возвращается, сын тоже, думаю, сейчас к этой истории вернется. Давай, я сам, яркое впечатление. Ну, Guns by the Bay, и пускай будет Сингапур. Хотя, не знаю, не самый мой любимый, наверное, объект час, но как впечатление начальное, это было первое, это супердеревья в Сингапуре, которые там все видят на фотках Сингапура. Это было очень круто, когда мы первый раз встоп попали прям. Я в восторге был просто. У меня еще в продолжении тоже вот как раз эта тема. Хотел спросить, а какой у тебя вот когда-то и как испытал последний раз вау-эффект, вот за последнее именно время? Вот тоже, что первое на ум приходит. Вы что такое, блин, вау. А где это было интересно? Не считая истории с рукой, бассейном, наверное, тоже вау-эффект. Вау-эффект был, когда наркоз делали, да, я в операционной. Первый раз в жизни был в операционной, и когда мне сказали, сейчас мы его отрубим, и, по-моему, шутка была от хирурга, но я так и не понял, а точно правую руку? И я начал, а мне уже маску одевают, я говорю, левую не трогайте. Слушай, вау-вау-вау-эффект. Может быть, что угодно, с бизнесом связано, с семьей, не знаю, может, просто какое-то там простое счастье, вот как типа с крыжом. Может быть, тоже был. Обычно тоже приходит, да, с крыжом тоже клево. Не, крыжовник круто, да, он там как бы растет, это крутое. Но это, знаешь, это не разве, вау уже растет потихоньку, и ты там каждое утро выходишь кофе. Понемногу кайфуешь, да. Ну вот у меня очень круто было, это я, когда я кофе с малиной на участке у себя ел утром, это вообще бомба. Не с малиной, с земляненькой. Мы посадили земляненьку вокруг яблони, и ты просто сидишь на табуретке и ешь земляненьку с земли. Очень круто. Вот такой, наверное. Вау, прикольно. Тут неожиданное. Земление, да, да, да. То есть это сначала про деревья Сингапура, и типа последнее про земляненьку. Ну а оно где-то близко, там же тоже рукотворная история. Нет, сначала там про бизнес, про проекты, про команду, про мотивацию, потом кофе с земляненькой заебись. Да, да, да. В итоге все приземляемся. Я говорю, мы в итоге, мне кажется, придем к тому, то что уедем куда-нибудь в лес, сделаем свою общину наконец-то, будем сожжать земляненьку с крыжовником. И ходить с грибами. Хорошее новое сжение. Это будет кайф. Там сделаем стенд для стрельбы Артема, и он тоже будет там. Не вопрос, да, пусть. Странить по земляненьке. Хочу спросить, короче, вот последний, наверное, вопрос, и на нем заканчивать. На твой взгляд, что будет с Россией через 20 лет? Что-то точно будет. Слушай, не знаю, я очень радуюсь, что это будет... Потому что наши дети сейчас будут строить какое-то там свое видение этого будущего дальше. Это было бы очень классно и круто. Вот как-то так. И мне кажется, оно будет поинтереснее, потому что мы на них смотрим. Ну, про последний вот этот опрос, да, про ценности, когда в 10-м классе выиграли верность, благородство и честь, или как там, честность, понимание. Это какая-то... Ну, надо рассказывать, да. Мы провели опрос большого количества школьников, и оказалось, что в будущем они мечтают вот об этих ценностях. Это там выборка из большого количества детей. Да, было неожиданно прям. Ну, для своих одноклассников я бы так вот, ну, я уверен, что они ответили бы по-другому. И круто. Я уверен, что мои бы половину вообще не пришли на такое. Ну, вот да. Вот это какая-то такая история, что они сейчас меняются. Я вижу, как меняют ценности. Вот смотрю на дочь, опять же, я сейчас 14 лет. Ну, я думаю, что они вполне способны что-то сделать явно круче, лучше, чем мы. Будем надеяться. Наши дети будут лучше, чем мы. Да-да-да. Да-да-да, я тоже подумал про бастуды. Друзья, у нас, значит, сегодня в гостях был потрясающий гость. Я надеюсь, вы сами в этом убедились. На великолепной беседе. Артем, спасибо тебе за твое время, за то, что ты выделил. А тебе, как впечатление? Тебе вот что понравилось, что не понравилось? Лучше было, весело, забавно с вами пообщаться. Мы в жизни общаемся по-другому. Прикольно еще так долго поговорить. Спасибо. Артем, спасибо огромное. Ты круто раскрылся. Я лично для себя, помимо того, что ты дал много интересной информации и пищи на подумать, я лично для себя несколько моментов прям отметил. Спасибо. Я тоже вас получше поузнавал. Зарядились от тебя. Спасибо большое. Надеюсь, ты тоже не зря поработаем. Друзья, спасибо вам за внимание. Остаемся на связи и не забывайте про лайк, подписку, комментарии. Все стандартно. Пока-пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok